так привет ребят на канале агролайф хотите услышать комментарий по силовому позиционному регулятору сейчас алексей иванович который утром выезжал и говорил что нахер он нужен лучше гидравликой работать лучше рычагами сейчас беспонтовый вот ну да беспонтовый вот как есть отзывы покажем просто не люди напишут там есть силовые регуляторы выкидываем там изначально в новых тракторах но я всегда был против этого если он там стоит значного там надо смотрите как плохо высоко он держит нигде не зацепится не денег что ты делаешь да что ты делаешь я машину помыл он пыли а 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 и а а а а а Жду ваш коментарий. Короче, ребята, так, рассказываю. Два часа назад, скажи дедушка, я хотел вот той весь распределитель взять и выкинуть. Я не понимаю, какая работа. Сейчас я очень доволен. Ты, врача, поставил себе один-два. Вообще вопросов нет. Не паришь. Ты снимаешь или нет? Ты на эмоциях, я вижу. Так, у меня пахота сказка. В засуху. В засуху. Да. И если надо, чтобы плуг влез, он влезет. Да. Надавил рычажок, он его опустил. Пахота бомба. Да, поднял рычажок. Что огороды получились? Чутко. Где, короче, огород был мотоблоком сделан. Еще лучше. Там классно. Там влага есть. Да. Где не было ничего, там груда. Бо там немало влаги. Вот вам и все, ребята. Закрывайте влагу. Всегда закрывайте влагу. Ты мне скажи, стоит выкидывать вот этот регулятор? Уже не надо. Уже не надо. Не, ну вот люди покупают новые трактора и выкидывают регулятор. Не, надо разобраться, как он работает. Просто разобраться, как он работает. Я правда не знаю, как он работает. Не, ну тебе показали там 1, 2, 3, 4 и все. И на день рождения сегодня. Да, тебе этого достаточно. Так завтра работает, что на день рождения. Да отвечай, музыку выключай. Короче, ребята, вы поняли. Вот такое вот коротенькое видео, что силовой позиционный регулятор не вздумайте выкидывать. С ним можно работать. Надо разобраться, как он работает. Единственное, что я в нем еще не разобрался, но это тема не этого видео. Что навеску поднимает вверх, если перевешивает. Ну, наверное, там ничего не сделаешь. Я у Димы смотрел, что раскос. Он вниз вот так вот поставил, как бы, и ничего у него не поднимает. Ну, я еще не разобрался. Там, ну, три положения на силовом регуляторе. Там внизу переключается в позиционный, в силовой и в нейтраль. И, по-моему, в нейтральную это... Ну, короче, я не знаю. Я еще буду разбираться. Но по плугу лучше, чем... Вот смотрите, Леха, он так и не опустил колесо. Он не кричал, опускай колесо, глубину. Лех, еще один комментарий. Снимать колесо можно с плуга? Да, можно. Легко, да? Да. Снимай, без него будешь работать без проблем. Блядь, мы сейчас пашем дубой дыбок. Надо чуть-чуть дыбок. Ну, вымелить его можно. А рычагом не получается чуть выше? Не, я не пробовал. А, ты просто не пробовал? Чуть-чуть выше рычаг? Виндлезет, рактор тянет. Или, ну, вымеляется он чуть-чуть выше рычаг. Но у нас он, по-моему, вот этими тягами еще отрегулировать можно. Кто не в курсе глубину. То есть, ну, рычаг в то положение, в которое вы ставите. И вот этой вот тягой там или сюда, или сюда. Ну, короче, вот такой вот Алексея Ивановича комментарий по силовому и позиционному регулятору. Не выкидывайте, ребят. Работайте, учитесь с ними работать. И все будет круто. Все, пока и до встречи на канале.